Салям алейкум, с вами Лавитан Дашлар. Добрый день, дорогие соотечественники. Я рада приветствовать всех вас на мероприятии в глубоком, но и уважаемой библиотеке имени Исмаила Гаспринского. Библиотека много и продуктивно делает в деле популяризации крымско-татарской культуры и искусства. И в этом отношении направления нашей деятельности совпадают. Севастопольский фонд возрождения крымско-татарской культуры имени профессора Изединова вот уже более 20 лет занимается продвижением крымско-татарской культуры, ее популяризацией и изучением. И я думаю, что единомышленники на этом пути всегда важны и нужны. И я поэтому с огромным удовольствием всегда принимаю приглашение поучаствовать в мероприятиях библиотеки имени Гаспринского. Я хочу немножечко рассказать о нашем проекте, который был осуществлен фондом Изединова в 2019 году. Нам удалось выиграть субсидию правительства Севастополя и на государственные деньги. Нами был создан двухтомник, который называется «Исторический атлас культуры Крыма». По сути дела проект состоял в том, чтобы собрать информацию по культуре Крыма, в частности крымско-татарской культуры, и оформить ее в виде издания, изготовить макет. И в 2020 году на деньги ФАДН было запланировано эти книги издать. Но со своей работой мы справились на отлично, это без ложной скромности, потому что цель, которую мы себе поставили, она была ясной. У нас были замечательные авторы. Это Гирей Баиров, известный исследователь крымско-татарской культуры, энтузиаст большой, которому интересна история его родного края, того места, где родились его предки. Это Алуштинский регион. Но, собирая материалы, конечно же, он много чего фиксировал, и не только касающиеся Алуштинского региона. Поэтому вот эти материалы были обработаны, систематизированы и положены в основу второго тома «Исторический атлас культуры Крыма». Первый же том представляет собой антологию исторических документов, относящихся к крымскому ханству. Почему мы взяли именно этот период и сделали их первыми? Первый и второй том. В антологии, которую подготовил Андрей Панов, вообще-то задумывался он как трехтомник. В 2018 году мы получили субсидию правительства Севастополя на сбор информации по истории и культуре крымских татар. И вот этот большой, обширный материал, он был систематизирован Андреем, и в итоге образовалось три тома. Но я не буду рассказывать о работе Андрея. Я думаю, он сам более интересно расскажет об этом. Мы же выбрали из этого трехтомника период крымского ханства, потому что нам было любопытно, и мы хотели проследить, как крымско-татарская культура, насколько она сохранилась, насколько традиции сохранились, насколько сегодня мы можем их встретить в быту, в общении, насколько они жизнеспособными оказались. И нам было очень отрадно, когда, обрабатывая воспоминания старожилов, которые собрал Гирей Баиров, это люди, которые родились в Крыму до войны, и на момент начала войны они были уже достаточно взрослыми, чтобы иметь свои воспоминания и свои ощущения от жизни. Вот эти воспоминания обработаны, и нам было очень интересно увидеть и понять, что те традиции, которые описаны в исторических документах, в книге Андрея Панова, находят отголоски в том или ином виде, либо изменившиеся, либо без трансформации. Они до сих пор бытуют в среде крымских татар. Это уникально. И вот этот нарративный материал лег в основу второго тома Гирея Баирова. Поэтому наша задумка для молодых исследователей, для тех, кто любит Крым, ценит Крым так же, как его любим мы, я думаю, что этот двухтомник будет большим-большим подспорьем. Второй уникальный момент этого издания в том, что мы постарались максимально сохранить особенность вот того материала, тех воспоминаний старожилов для того, чтобы исследователю, чтобы он максимально был приближен к первоисточнику. Параллельно мы размещали эти воспоминания в виде аудиофайлов на сайте фонда из единого. И автор Гирей Баиров размещал на своей... на ютубе, в общем, коротко. Вот. И поэтому действительно тем, кто хочет, любит и хочет глубоко погрузиться, те, кто занимаются именно научным изучением культуры крымских татар, я думаю, что вот этот подход, он очень важен и очень нужен. Следующий момент, который мы преследовали, создавая этот двухтомник, и мы надеемся вообще, что это будет серия книг, потому что мы хотим все-таки все три тома Андрея Паново издать. И вот работая над этой частью, мы обнаружили, что для молодых исследователей, для молодых людей, для того, чтобы они захотели изучать культуру, для того, чтобы они захотели изучать историю, вообще заниматься наукой, она должна быть привлекательной. Но не привлекательной, как какая-то попсовая вещь, а с точки зрения, она должна выглядеть современной, неся в себе богатый, глубокий пласт культуры, она, тем не менее, эта информация должна быть в привлекательной форме, подана этим потенциальным исследователям. И поэтому, работая над этим двухтомником, в частности, над вторым томом, мы ставили задачу для молодых дизайнеров, графических дизайнеров, которые готовили макет, чтобы это была книга как бы с двумя слоями. Есть текст информационный, ну вот, собственно, сами тексты с информацией, а есть информация, которая была заложена в иллюстрации. То есть там авторские иллюстрации, тематические, под каждую главу, и они соответствуют тому духу, тому настроению, которое возникало у многих людей, которые читали эти материалы. Это и редакторы, и переводчики. То есть мы постарались спросить ощущения этих людей, которые читали эти источники, какие образы, какие видения возникали у них, когда они прочитывали этот материал. И в иллюстрациях мы эти образы постарались воплотить. Поэтому отдельная благодарность нашим дизайнерам. Это Анна Садовникова и Оксана Домнина, члены Севастопольского отделения Союза дизайнеров России. Молодые, перспективные девушки, которые очень глубоко проникли в эту тему. И было приятно, что наше видение, что история Крыма, она интересна не только крымским татарам, они были оправданы. Потому что девушки с большим интересом и азартом, собственно, как и художественные редакторы, как переводчики, работали с большим азартом и энтузиазмом. И последнее, что мне хочется сказать, что работая над этим проектом, мы, в общем-то, ну, это была проба пера. Потому что мы никогда до этого не занимались издательской деятельностью. Наш фонд все время как бы был на острие в плане сбора информации, в плане донесения этой информации до людей, но не в печатном виде. То есть не в виде каких-то книг или других публикаций. Да, мы ведем свои странички в соцсетях. Да, у нас есть сайт фонда из единого, где мы размещаем информацию, новости и рассказываем о своих событиях, о тех мероприятиях, которые мы проводим. Но такого рода работу мы никогда не делали. И судя по отзывам, судя по откликам и по востребованности, то есть по тому количеству людей, которые спрашивают нас, а где можно вашу книгу приобрести или увидеть, ознакомиться с ней, нам вот говорить, что действительно те цели, которые мы поставили, решая те задачи, которые перед нами были, мы, в общем-то, их достигли. Мне остается только понадеяться, что нам удастся при помощи Департамента общественных коммуникаций Севастопольской администрации напечатать эти книги, макеты ждут, и что, в общем-то, они будут доступны. Сегодня у нас есть небольшой тираж, который разошелся по библиотекам, второго тома, который разошелся по библиотекам Севастополя, это школы, это другие высшие учебные заведения и так далее, профильные учреждения и организации. Первый том не был издан, печать его была запланирована на 2020 год, но вот эта экономическая ситуация, которая у нас в 2020 году возникла, не позволила напечатать нам первый том. Я надеюсь, что все-таки заложенные деньги на первый том вернутся в департамент, и мы сможем первый том издать тоже и получить тираж. Пользуясь случаем, приглашаю издателей к сотрудничеству, если кому-то интересно, мы готовы рассматривать предложение и действовать в этом направлении. Тем более, немножечко повторюсь, что помимо периода крымского ханства, антологии, есть еще два других тома, то есть более средние века и новейшее время, новое и новейшее время, и древний Крым. Это очень интересно. Мы в 2020 году, как организация, подавали на субсидию правительства Севастополя на конкурс «Проект по таврам». Это невероятно уникальный материал, который был собран и систематизирован с привлечением специалистов по керамике, с привлечением специалистов, которые могли бы предположить, как может выглядеть, вернее, как может звучать музыка, как может выглядеть таврская культура помимо керамики, ту, что находят археологи в археологических своих экспедициях. То есть мы хотели сделать такую небольшую реконструкцию таврской культуры и привлечь к ней внимание, потому что сегодня, к сожалению, таврские захоронения, таврские ящики, они подвергаются разрушению, вандализму, просто нет серьезного их изучения, систематизации и статуса памятника они, к сожалению, не имеют. Поэтому мы хотели привлечь внимание к этой части крымской культуры, ну и как понятно, что это часть культуры крымских татар, тоже ввести эти нарративные документы, которые есть, которые мы обнаруживаем, связи, которые прослеживаются. Вот, хотели сделать такими доступными для исследователей. Мы очень надеемся, что наши усилия будут интересны молодым исследователям. Мы не зацикливаемся только на крымских татарах, потому что люди, которые живут в Крыму, все равно они становятся крымчанами, они становятся детьми этой земли. У этой земли есть своя культура, есть своя история, есть свои флюиды, которые пропитывают нас, хотим мы этого или не хотим. Если мы здесь живем, значит, эта земля нас адаптирует под себя, она нас ассимилирует под себя. И поэтому те уникальные культурные явления, которые есть в Крыму, они достойны того, чтобы их изучать, достойны того, чтобы их популяризировать, не только крымским татарам, но и всем жителям Крыма, кому это интересно и кто любит по-настоящему тот край, ту землю, где они живут. Я благодарю вас за то, что вы послушали меня, за то, что вы сегодня принимаете участие в таком замечательном мероприятии. Мы всегда открыты для контакта, мы всегда открыты для совместных проектов. Поэтому, если я сегодня кого-то смотивировала на какое-то совместное делание дел в области культуры крымских татар и Крыма в целом, пожалуйста, выходите на меня, я человек не секретный, моих контактов много у многих. Будем смотреть, как мы можем сотрудничать и делать общее дело. Это наш общий дом, и нам вместе надо его содержать в красоте, в чистоте, в порядке и стремиться к тому, чтобы эта земля была экономически стабильной. Потому что, изучая историю Крыма, мы обратили внимание на такую характерную особенность. Как только в Крыму становится экономика на высоком уровне, то есть экономическое развитие происходит в Крыму, то в Крыму автоматически происходит взлет культуры и искусства. Это не уникальное явление для Крыма, это уникальное явление для любой страны, пардон, это явление, характерное для любой страны. Но в Крыму такие периоды были. Крым не всегда воевал, Крым не всегда был только военной зоной. Поэтому я искренне и с большой надеждой призываю вас стремиться вот эту часть культуры Крыма, то есть ее экономическую стабильность, ее экономическую состоятельность, а предпосылок для этого очень много у Крыма, продвигать, развивать вместе с нами и заниматься популяризацией этих результатов, этих деяний. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Надеюсь, до новых встреч. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok